В последнее время в сети все чаще встречаются посты и статьи на тему hard skills и soft skills, по-русски твердых и гибких навыков соответственно. Оказывается, основы этих умений закладываются в школьные годы. Мы разобрались, что это за навыки и как школьное образование влияет на уровень их освоения. А вы готовы узнать? Тогда начнем. Это проект Go Digital и Равшан. Если говорить об образовании в более широком смысле, как о личностном развитии человека, то результаты обучения в школах не блестящие. У большинства выпускников не сформирована картина мира, слабо развиты такие ключевые качества, как способность объективной оценки, целеполагания. Многие не могут ответить на простые вопросы. Например, почему ты решил поступать именно в этот вуз? И каковы твои ожидания от учебы и карьерные планы? Международное образовательное сообщество договорилось о том, что в отношении компетенции, безусловно, важны так называемые 4К. Креативность, критическое мышление, кооперация и коммуникации. Но, к сожалению, эти качества очень сложно замерить. Нет абсолютной шкалы. Можно с помощью системы наказаний и поощрений обучить ребенка математике и зафиксировать его знания во время экзаменов. Но гораздо сложнее воспитать и измерить его креативность. Или, например, навыки коммуникации, способность, которая может меняться в зависимости от контекста и собеседника. В нашем обществе пока даже не пытаются делать таких замеров. А между тем, мы уверены, все эти важнейшие качества должны формироваться в школе. Однажды я был в американском образовательном учреждении и открыл там учебник истории. Он начинался с вопроса, почему ты решил, что все, прочитанное тобой в этом учебнике, правда. Очень здоровый вопрос. Ведь специфика исторической науки в том, что на каждое событие всегда существует несколько точек зрения и учащемуся нужно найти свою. Что происходит в наших школах? Самый большой страх учителя, если ребенок задаст вопрос, на который он не знает ответа. То есть вопросы не приветствуются, а значит критическое мышление не развивается. А на наш взгляд, главный образовательный результат – это когда у ребенка возникают вопросы, на которые ему хочется найти ответы. Кооперация тоже мимо. У нас дети с 1 по 11 класса сидят за партами и очень редко что-то делают вместе. Ну, разве что на уроках физкультуры. Как же они научатся договариваться, находить совместные решения? Hard skills – это набор профессиональных умений. Вождение автомобиля, работа в фотошопе, перевод с итальянского и так далее. Им необходимо учиться, подтверждать их различными документами и экзаменами. Без определенного набора твердых навыков не получится освоить ту или иную профессию. Невозможно работать пилотом, если не умеешь управлять самолетом. Развитие hard skills происходит постепенно, как бы по ступеням. Например, знание иностранных языков условно разделяется на уровни от A1, начинающий, до C2, носителей языка. Освоение первых ступеней hard skills проходит в школе, а школьный аттестат, по сути, первый документ, подтверждающий определенный уровень. Hard skills ребенок получает и на дополнительных занятиях, в кружках и на секциях. Например, умение рисовать, играть на музыкальном инструменте, танцевать. Если ребенок мечтает стать профессиональным музыкантом или спортсменом, то навыки, которые он осваивает в музыкальной школе или на тренировках, становятся для него приоритетными. В этом случае посещение школы отходит на второй план, но не теряет своей важности. Для поступления в музыкальное училище, например, необходимо сдавать экзамены не только по сальфеджио, но и по русскому языку и литературе. Найти баланс в покорении первой ступени hard skills может помочь дистанционное образование. Оно дает ребенку возможность заниматься спортом и творчеством, ездить на соревнования и гастроли, и при этом без пробелов осваивать школьную программу. В отличие от hard skills, уровень владения soft skills нельзя подтвердить сертификатом или дипломом. Гибкие навыки – это личностные качества человека, коммуникабельность, умение работать в команде, планирование собственного времени, способность договариваться, справляться с эмоциями и так далее. Такие навыки развиваются в человеке на протяжении всей его жизни и базируются на личном опыте. Исследования ученых показывают, что высокая эффективность работы сотрудника на 85% зависит именно от гибких навыков, а вот профессиональные умения обеспечивают лишь 15% успеха. Развивать гибкие навыки ребенку помогают родители, школа, общение со сверстниками, посещение различных кружков и секций. Например, занимаясь танцами в коллективе, ребенок учится работать в команде, быть ответственным, преодолевать трудности и работать над собой. Одним из ключевых гибких навыков для успешного карьерного роста считается тайм-менеджмент. Умение специалиста грамотно распределять свое время и выделять важные второстепенные задачи выгодно выделяет его среди кандидатов при прочих равных, то есть с похожим набором профессиональных компетенций. Освоить этот навык помогает школа и в частности дистанционное образование. Когда у ребенка есть дополнительные занятия и возможность самому определять учебный график, он учится грамотно распределять свою нагрузку, выделять более важные и срочные задачи и решать их по мере необходимости. Таким образом развиваются самодисциплина и ответственность. А что, предметные знания уже никому не нужны? В какой-то момент сознание людей, hard и soft skills стали конкурировать, как будто бы развитие одних нужно реализовать за счет сокращения других. Но на самом деле это не противостояние. Если ты знаешь, как спроектировать крыло самолета, тебе кроме этого пригодятся и дополнительный набор гибких навыков. Например, способность перестроиться и сконструировать крыло не так, как тебя учили в ВУЗе 20 лет назад, а так, как нужно это прямо сейчас с учетом новых технологий. Но важно относиться к предметному знанию как к чему-то быстро устаревающему, ставить под сомнение то, что ты знаешь сегодня и постоянно добавлять что-то новое. А также уметь переносить свои навыки из привычных областей в новые. Например, навык систематизации данных, необходимый для конструирования самолета, пригодится в программировании или управлении. Какие гибкие навыки нужно развивать школьникам? Первое. Рефлексия. Рефлексия – это способность обращать внимание на самого себя, свои мысли, эмоции, реакции, на то, что с тобой происходит сейчас, умение остановиться и проанализировать ситуацию, понять, что ты сделал и почему. То есть держать в уме второй план реальности, где ты не просто действуешь, а еще и понимаешь, что ты делаешь, зачем, к чему тебя это все ведет. Второе. Толерантность к неопределенности. Перед человеком сейчас стоит задача научиться постоянно перестраиваться, адаптироваться к переменам. Потому что если человек продолжает думать в парадигме четких, неизменных правил и представлений о мире, очень быстро, буквально в течение нескольких лет, его набор представлений устаревает, становится неактуальным, и он постепенно скользит по шкале востребованности вниз. То есть, с одной стороны, накапливает опыт, дольше работает в какой-то одной сфере, но его способность решать новые задачи снижается. В некоторых областях задача остается неизменной, и накопленный опыт по-прежнему применим, хотя и теряет актуальность. Но в большинстве областей меняется сама задача, и это делает опыт непримиримым без его переосмысления. Третье. Коммуникативные способности и договороспособность. Мы разные, у всех своя картина мира, и чтобы нам в этом мире сосуществовать, быть вместе, работать вместе, нужно научиться договариваться. Мы смотрим на одно и то же явление через призму своего опыта и восприятия. Поэтому наши точки зрения часто будут не совпадать. Но не надо думать, что другой обязательно враг, что он глупее нас, что он неправ. Если мы признаем ценность другого, позволим ему иметь интранслировать свое видение мира, мы сможем услышать его, нащупать точки соприкосновения и договориться. Школьное образование дает ребенку не только знания о мире и о себе, но и базу для развития необходимых профессиональных и личностных навыков. Дистанционное обучение же расширяет возможность ребенка для освоения дополнительных, интересных ему умений, посещения кружков и секций, планирования собственного времени. Ну что, вооружились всеми софт- и хард-науками? Это проект Go Digital, и с вами Равшан.